Тумсо, по твоей логике, любой народ имеет право на суверенитет, так как в Дагестане проживает около 38 народов, как представляешь себе 38 независимых стран на территории Дагестана. Я... Я... Тумсо, почему нас до Первой войны никто, кроме Афганистана, не признал, если всё было в рамках закона, или мы плохо вели тогда внешнюю политику? Афганистан... Как вы думаете, Тумсо, если сегодня в Вичкерии провели бы честный референдум, какой процент жителей проголосовал бы за независимость? Сегодня невозможно провести референдум, референдум и так не проводят. Чтобы провести референдум, нужно сначала вывести войска, нужно установить власть, а вот уже после этого, эта власть должна организовать референдум. Народ должен быть свободен в своём выборе. А когда ты находишься под чужой оккупацией, сейчас говорить, а если сейчас провести? Если никакого, если нет, сегодня невозможно провести. Давайте сначала выведем войска. И какое юридическое обоснование будет для требования вывода подразделений армии РФ? Ведь Даюра, Ичкерия, является субъектной федерацией. Не является, она как раз-таки де-факто является оккупированной территорией. Даюра, Чеченская республика Ичкерия, является независимым, суверенным государством. Причём оно образовалось, то есть становление этого государства полностью соответствовало действовавшим на тот момент законам Советского Союза и международного права. Не придрёшься, всё сделано очень чётко. Поэтому как раз-таки де-юра этого нет. Де-факто это оккупированная территория. Россияне могут сказать, что де-факто это субъект федерации. Ну, это будет их интерпретация. Но де-юра никто не может сказать. Де-юра у вас нет обоснования. Де-юра вам хотелось бы, конечно, вы будете ссылаться на фейковый референдум. Но это всё, де-юра не является аргументом. Потому что ни в одной стране мира этот референдум не признан. У вас нет какой-то юридической базы, которая подтверждала бы субъектность Чеченской Республики Ичкерия. Нет у вас ни одного суверенного лидера, который бы подписал с вами этот договор, федеративный договор. Нет у вас. С вами договор федеративный, фейковый тоже договор, подписал ваш же фейковый президент Чеченской Республики. То есть вы сначала оккупировали территорию, затем там поставили, провели там фейковый референдум, потом провели там фейковые выборы. И потом вот этот фейковый президент, выигравший на фейковых выборах, он подписал с вами этот федеративный договор. Как вы понимаете, это гроша ломаного не стоит, все то, что вы сделали по международному праву. Вчера местные поломали так называемые пограничные столбы и заграждения в так называемой Южной Осетии. С каждым днем напряжение растет, народ никогда не смирится с сегодняшним положением. Я видел, кстати, это видео, там пацаны грузины ломают. Вообще, если кто не знает, там такая ползучая идет оккупация, постоянно со стороны России передвигают вот эту такую так называемую пограничную сетку. Они ее передвигают, передвигают. Доходит даже до абсурдного, что человек может сегодня лечь спать у него на краю его участка, где огород у него заканчивается, у него проходит вот эта вот сетка, он ложится спать, просыпается, а у него уже все, огород на территории России находится, так называемой Южной Осетии. То есть, они перенесли и огород уже отжали, и он не может в свой огород зайти, у него в туалет, допустим, в огороде он в туалет себе сходить не может, потому что это будет считаться, для России это будет типа нарушение государственной границы нелегально. Поэтому там реально как бы ситуация непростая. И напряжение, да, растет. Тумсо, по твоей логике, любой народ имеет право на суверенитет, так как в Дагестане проживает около 38 народов, как представляешь себе 38 независимых стран на территории Дагестана? Я очень легко себе это представляю. На самом деле, если вы спрашиваете, являюсь ли я, то есть, если вы думаете, что во мне есть какое-то противоречие, вот Дагестан, ты, значит, ты там не допускаешь, а вот других ты допускаешь. Нет, я абсолютно не против, если, как ты говоришь, 38 этих народов, там каждый захочет иметь свое, да никаких проблем, главное, чтобы мы все в рамках общего братства при этом это делали, я лично за. Но это не мой вопрос, то есть, это не та тема, когда я говорю, вот так должно быть. Нет, это вот как раз эти народы должны сами решать. Из того, что я сейчас вижу, нет такого, в Дагестане нет такой повестки. То есть, вообще, в принципе, даже сами эти народы, маленькие и даже немаленькие, большие народы Дагестана, они себя не видят как отдельно, то есть, они все себя в рамках единого Дагестана ощущают. То есть, они сами себя называют дагестанцами, например, абарцы, даргинцы, кумыки, это немаленькие народы, это уже большие народы. Они сами себя называют дагестанцами, то есть, ассоциируют себя, в принципе, в такой общей семье. Поэтому здесь, если же кто-то из них, например, будет претендовать на какую-то государственность отдельную, то это их мутные вопросы, я лично не буду вообще в это лезть. Единственное, есть один народ в Дагестане, который, возможно, ввиду своей разделенности между Азербайджанами и Россией, может из-за этого у них этот вопрос именно на собственную независимость, на собственное самоосознание у них возникает. Может быть, и без этого он у них был бы, я не знаю, это лезгины. У них есть вот эта внутренняя повестка, они говорят о своем суверенитете, о своей независимости. И я, например, полностью поддерживаю никаких проблем, если кто-то там даже, даже есть те, кто типа против, кто лезгины, часть Дагестана, но если сами лезгины хотят быть отдельными, не в Дагестане, и тем более не в Азербайджане, то я лишь только поддержу этих наших братьев. Безусловно, это их право. В том числе, почему нас до Первой войны никто, кроме Афганистана, не признал, если все было в рамках закона или мы плохо вели тогда внешнюю политику. Афганистан нас не признавал до Первой войны, Афганистан нас признал уже после начала Второй войны только. До Первой войны нас единственные, кто нас признали, это был президент Грузии, который на тот момент находился в изгнании, он находился у нас. Вот он нас тогда признал до Первой войны, больше никаких признаний не было. Почему не было признания? Потому что мир, он так устроен. Если вы поняли, это как бы прецедент. Если мир признает где-то, когда Россия, тем более Россия являющаяся ядерной державой, она претендует, и там идут какие-то разборки между нами, и мир берет, превентивно что-то там признает, то это открывает дорогу России для ответных мер. А здесь тоже полно таких ситуаций, сепаратистских настроений, всяких споров по границам и так далее. То есть Россия может в ответку это признать. То есть люди здесь в западном, вообще в цивилизованном мире очень не хотят подобного, подобных прецедентов, понимаете? Это Россия может запросто там Южную Осетию признать, Абхазию. Мир так не поступает. Если бы мир так поступал, они бы уже давно Тайвань признали. Весь этот мир хочет Тайвань признать, весь этот мир, ну в западном мире я имею ввиду, сотрудничает с Тайванем, поддерживает Тайвань, но официально его не признает. Понимаете? Поэтому у нас они, в нашем случае они тоже просто притихли и ждали, что этот вопрос между нами как-то решится. Ну а у нас, как вы видите, он и решится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok